Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре четверг, 7 июня, в студии с вестями Республики Руфина Ковалева. Коротко о наиболее заметных событиях. В Ялте подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве между парламентами Карачаева-Черкесии и Республики Крым. 18 детей поедут в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии для получения высокотехнологичной медицинской помощи. По итогам прошлого года Карачаева-Черкесия поднялась с 16 на 11 место в экологическом рейтинге субъектов России, проводимом Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Альпинисты Карачаева-Черкесии и Германии планируют совместно развивать горные виды спорта в нашей республике. А теперь подробно об этих и других темах. В составе официальной делегации Российской Федерации во главе с президентом страны Владимиром Путиным глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов с рабочим визитом побывал в Австрии. Он принял участие в мероприятиях по вопросам развития сотрудничества России и Австрии в различных направлениях. В частности, в Палате экономики Австрии в Вене состоялось расширенное заседание Российско-Австрийского делового совета с участием представителей бизнеса и деловых объединений двух стран. Основной темой встречи стали перспективы взаимодействия сторон в сферах машиностроения, транспорта, коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и энергетики. В Ялте состоялось подписание соглашения о межпарламентском сотрудничестве международным собранием Карачаева-Черкесии и парламентом Республики Крым. Подписи под документом поставили председатель Народного собрания Республики Александр Иванов и председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Мероприятие состоялось в рамках 12-го международного фестиваля «Великое русское слово», посвященного поддержке русского языка, развитию общего культурного и гуманитарного пространства. Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Мурат Озов провел заседание межведомственной рабочей группы по построению и развитию эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Его участники рассмотрели вопросы функционирования и создания сегментов АПК «Безопасный город» на территории региона. Отмечено, что в настоящее время на территории Черкесии функционирует система обзорного видеонаблюдения ситуации в городе, состоящая из 235 камер, из которых 54 установлены в местах массового пребывания граждан. А в пяти муниципальных образованиях установлены сегменты, предназначенные для автоматизированного оповещения населения. В Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесии установлена аппаратура, позволяющая доводить информацию об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в централизованном и избирательном режимах, а также осуществлять перехват телерадиовещания с целью доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации. В Министерстве внутренних дел состоялось торжественное собрание, посвященное 300-летию российской полиции. С профессиональным праздником виновников торжества от имени главы Карачаева-Черкесии поздравил исполняющий обязанности председателя правительства Мурат Озов. Он вручил благодарности руководителя региона, полковнику полиции Аслану Баташеву, майору полиции Артуру Галаеву, майору полиции Аслану Джоу за образцовое исполнение служебного долга, положительные результаты оперативно-служебной деятельности и в связи с празднованием 300-летия российской полиции. Как мы уже сообщали, специалисты Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Якова Цывьяна провели в Карачаево-Черкесии выездную консультацию и отобрали пациентов для оказания высокотехнологичной помощи. На бесплатной основе осмотр у ведущих профильных специалистов страны смогли получить 106 маленьких жителей республики. Традиционно для лечения в Новосибирском центре отобраны самые сложные случаи. В их число вошли 18 человек. С 13 июня текущего года в Министерстве сельского хозяйства республики стартует конкурсный отбор претендентов на получение в 2018 году грантов по ведомственной целевой программе развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских хозяйств. В течение 15 рабочих дней претенденты должны представить в Минсельхоз заявку на участие в конкурсе, разумеется, с приложением необходимых документов. А их перечень и консультацию по всем интересующим вопросам можно получить в ведомстве по адресу Черкесск, улица Кавказская, 19, кабинет 101, с 9 до 18 часов. По итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2018 года две некоммерческих организации Карачаева-Черкесии получат поддержку на сумму 2,1 млн. рублей, а в Северокавказском федеральном округе в целом поддержку получили 27 проектов на общую сумму 53,1 млн. рублей. Второй конкурс стартует 16 июля текущего года. Прием заявок продлится до 10 сентября. На получение грантов смогут претендовать проекты некоммерческих организаций, предполагающий деятельность по 13 направлениям, среди которых защита прав человека, поддержка семьи и детства, охрана здоровья, экология и сохранение исторической памяти и другая тематика. Указом президента России начальником Главного управления МЧС России по Карачаевой-Черкесии назначен полковник внутренней службы Сергей Шарков, 1972 года рождения. Он родился в Белгороде, учился в Санкт-Петербургском высшем военном училище связи, а также в Академии гражданской защиты МЧС России. Шарков проходил службу в Главном управлении МЧС России по Белгородской области в должности заместителя начальника управления. В 2015 году участвовал в гуманитарной операции по доставке гуманитарной помощи в Донецкую Народную Республику. Карачаева-Черкесия по итогам прошлого года поднялась с 16 на 11 место в экологическом рейтинге субъектов России, проводимом Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», которая не первый год участвует в разработке и реализации экологической политики государства в целях сохранения уникальной природы России, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и улучшения качества жизни. По итогам минувшей весны наш регион практически не потерял своих позиций, утвердившись на 12 месте. В улучшении экологической ситуации в республике значительный вклад внес Черкесск. В частности, в течение прошлого года регулярно проводились рейдовые мероприятия по выявлению лиц, ответственных за несанкционированный сброс бытовых и строительных отходов, а также мусора природного происхождения в черте города, то есть на дворовых территориях, многоквартирных домов, частном секторе, а также в парковых зонах и других местах общего пользования. 8 июня Карачаево-Черкесский Центр поддержки экспорта проведет обучающий семинар для экспортно-ориентированных предприятий на тему «Деловая коммуникация в экспортной деятельности». Его слушатели получат возможность детально изучить инструменты эффективной деловой коммуникации с зарубежными партнерами на каждом этапе экспортного проекта, от знакомства и первых предложений до принятия решений и завершения переговоров. Накануне Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня, Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» организовал в поселке Домбай благотворительную экологическую акцию «Оберегай». Ставшее традиционным мероприятие с каждым разом собирает все большее количество участников и привлекает внимание общественности. В этот раз на очистку территории вдоль горной речки «Алибек» вышли постоянные партнеры регионального филиала «Русгидро» – воспитанники Республиканского центра дополнительного образования детей, а также отдыхающие в оздоровительном лагере в Домбайе. Итогом работы стали пара десятков пакетов мусора. В Республике прошли мероприятия, приуроченные ко дню рождения русского поэта, драматурга и прозаика, заложившего основы русского реалистического направления, критика и теоретика литературы, историка-публициста, одного из самых авторитетных литературных деятелей 1-3-19 века Александра Сергеевича Пушкина. В Республиканской государственной национальной библиотеке имени Халемат Байрамуковой прошла выставка-обзор и богатство пушкинского слога «Не забыто будет на Руси», а в городском сквере организовали социокультурную акцию «Еще в России Пушкин длится», где также состоялись выставка литературы, викторины, чтение стихов поэта и розыгрыши призов. Альпинисты нашей Республики и Германии планируют совместно развивать горные виды спорта в Кавказской Республике. В ближайшее время Карачаево-Черкесский государственный университет совместно с региональным отделением Российского студенческого спортивного союза при содействии Спортивной Федерации Германии намерены презентовать уникальный проект по популяризации нового для России вида туристического отдыха досугового скалолазания. Есть договоренность, что практическую помощь в прикладной части проекта окажут альпинисты из Баварии. В августе 2019 года в рамках международного молодежного обмена между Германией и Россией в Карачаево-Черкесию прибудет делегация из 30 немецких альпинистов, с которыми проведут совместное исследование скал, находящихся в пределах Карачаевска, и начнут готовить безопасные маршруты для местного населения и туристов. Спортсмены из Карачаева-Черкесии получили 4 награды, 2 из которых высшего достоинства. Первенства и чемпионата Европы по армрестлингу, проходивших в городе София в Болгарии. Копилку республики пополнили воспитанники спортивного клуба 5 642, функционирующего на базе детско-юношеской спортивной школы Малакарачаевского района «Чемпион». Так, золотую медаль первенства Европы получил Ахмат Айбазов, выступавший в весовой категории до 55 кг и возрастной категории до 18 лет. Победителем также в этом весе, но в возрастной категории до 21 года, стал Муса Байрамкулов. Региональные финальные соревнования среди школьников в президентские спортивные игры и президентские состязания прошли в лицее 15 города Черкеска и в 19 гимназии. Победителем регионального этапа президентских спортивных игр стала команда 5 гимназии. Теперь эти ребята в сентябре отправятся во Всероссийский детский центр «Орленок» в Туапсе Краснодарского края, где примут участие во Всероссийском этапе президентских спортивных игр. Школьники состязались в таких видах спорта, как стритбол, настольный теннис, шашки, плавание, легкоатлетическое многоборье и эстафеты. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы при грозе 20-22 метра в секунду. Температура воздуха до 27 градусов выше нуля. В горах плюс 15, плюс 20. Пожароопасность 1-3 класс. В Черкесске во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 20 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 26 градусов выше нуля. На этом информационный выпуск подошел к концу с главными новостями Республики вас знакомила Руфина Ковалева. Далее эфир продолжит информационно-музыкальная программа Республика. Оставайтесь с нами.